Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам замечательную породу охотничьих собак, особо любимую мной, потому что мне посчастливилось иметь дело с такими собаками. Это жесткошерстный фокстерьер. Эта порода очень популярна во всем мире. Но история породы началась с конца 17-го, начала 18-го века, когда для парфорсной охоты, которой очень увлекались в Англии, понадобились мелкие терьеры, окраса отличного от лисы. Поэтому возникли такие маленькие терьеры, не очень красивые с виду, но исключительно рабочие. И в течение двух веков они существовали вот так, как были. Но в начале 19-го века гладкие фоксы как бы отделились от джек-расселов, поскольку это была как бы одна порода. Джек-расселы продолжили свою рабочую карьеру, а с фокстерьерами начала вестись племенная работа. Начались в Англии, с 1859 года в Англии начали проводиться выставки собак. И чтобы участвовать в выставках, часть вот этих рабочих собак стали усовершенствовать, в смысле более элегантный вид им придавать, внешний. И постепенно-постепенно фокстерьеры стали более высоконогими, более высокопериодами, более элегантно сложенными. И в 1875 году случился переломный момент, образовался клуб фокстерьеров, и отделилась складкошерстная разновидность от жесткошерстной разновидности. Потому что изначально исходный вид, форма фокстерьера – это гладкошерстный. Происходят эти собаки, вернее, участие в создании этой породы принимали старые английские породы собак. Black and Tone терьер гладкошерстный, Bigly, Bull terrier, и, безусловно, старый английский черноподпалый терьер, видимо, от которого жесткошерстные фокстерьеры получили свою замечательную шерсть. Теперь я хочу поговорить с вами о экстерьере этих собак. Благодаря вот такому элегантному виду, благодаря вот такой прекрасной обработке шерсти, триммингу, эти собаки стали настоящими героями, звездами выставок. Неоднократно занимали фокстерьеры призовые места на самой известной выставке в мире – выставке крафта, которая проходит в Англии и собирает по несколько тысяч собак. Обратите внимание на эти головы. Длина головы фокстерьера должна превышать половину высоты собаки в холке. То есть голова очень длинная, но с мощными челюстями. Зубы фокстерьера как будто бы принадлежат другой собаке. Крупные, с правильным ножницеобразным прикусом, который дает возможность делать замок. Что значит замок? Собака берет хваткой зверя мертвый. Зубы так сходятся между собой, что зверь вырваться не может. И так у собаки как спазм происходит. И собака может держать зверя до 20 минут, не расцепляя челюстей. Это качество является характерным для терьеров вообще и фокстерьера в частности. Собаки обладают прекрасным чутьем. Ну, темперамент, как у англичан есть поговорка. Характер, как у терьера. Это значит живой, активный, неунывающий и, мягко говоря, злобный. Собаки любят подраться. Они как бы удовлетворяют свое желание поохотиться, покусаться. Теперь хочу отдельно еще поговорить о шерсти этих собак. Шерсть фокстерьера должна как минимум два раза в год подвергаться триммингу. То есть щипки. Шерсть выщипывается, отмершая шерсть выщипывается и выбрасывается. А собака получается, обрастает молодой, блестящей шерстью, которая образует как бы рубашку, как говорят охотники. Эта рубашка предохраняет прекрасно собаку от условий каких-то погодных. И даже от травм, которые может нанести зверь. Кроме того, он придает собаке вот такой, этот тримминг придает собаке вот такой законченный, совершенный вид. Глаз оторвать от фокстерьера, как от огня, воды, как говорят, невозможно. Это собака вся огонь, движение и энергия. Это сгусток энергии в малом объеме. В данный момент на Украине собак породы фокстерьер, которых держат охотники, осталось очень мало. Именно вот требование тримминговать собаку многим кажется сейчас обременительным, потому что требует времени, каких-то усилий. Проще взять, знаете, какую-то собаку, которую не нужно тримминговать, и идти на охоту. И это к большому сожалению. Ведь до 70-х годов все охоты на Украине проводились с помощью фокстерьеров, гладкошерстных и жесткошерстных, и такс. Но с появлением ягдтерьеров охотники быстро и охотно перешли на ягдах, к большому-большому сожалению. Потому что охотничьи качества фокстерьеров, они остаются такими же, какими и были, которые сохраняются у жизни не один век. И спасибо людям, которые, даже не являясь охотниками, продолжают поддерживать эти охотничьи качества в собаках этой породы. Они выставляют их на испытания, на состязания, проводят регулярные притравки. То есть не позволяют этим собакам потерять охотничьи качества, потерять такое качество, как злобак зверю. И можно сказать только спасибо таким энтузиастам этой породы. На кого можно охотиться с этими собаками? Практически на любую дичь. Благодаря своей злобе они прекрасно работают по крупному копытному зверю. На Украине это кабан. Ну, по необходимости это и лось, но там более аккуратная должна быть работа, более свойственна лайкам. А кабан, самый распространенный крупный зверь на Украине, вполне доступен фокстерьером. Они со своей злобой его прекрасно держат на месте, особенно если работают парой. Хорошее чутье позволяет им показывать хорошие результаты по кровяному следу, по подачу дичи сволока. Они прекрасно идут в воду, работают по водоплавающей дичи. Для тех, кто все-таки решится приобрести такую собаку, я хочу посоветовать не приобретать щенков у случайных людей на рынках, на базарах. Обращайтесь в общество, в клубы, в системе Кинологического союза Украины или Федерации охотничьего собаководства. Документы, которые вам выдадут с этой собакой, будут легитимны. С этими документами вы сможете выставлять свою собаку на выставках, испытаниях, состязаниях или даже просто участвовать в охоте. И в заключение я хочу поблагодарить Татьяну Стебунову с ее питомцами за участие в нашей передаче и вручить от телеканала трофей. Вот такой презент. А с вами, дорогие друзья, я прощаюсь. До следующих встреч на телеканале Трофей. Трофей.